Счастье Санкиртана Счастье 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 себя рамками удовлетворения чувств, они снова и снова возвращаются к тому же самому. Едят, спят, совокупляются и защищаются. Поэтому они лишены сознания Кришны. Итак, секрет прогресса в сознании Кришны заключается в том, чтобы отказаться от узости мышления. Как это сделать? Мы должны понять. Я вечный слуга Бога, Кришны. В этом суть сознания Кришны. Кто-то может спросить, если цель жизни познать Кришну, почему же люди ограничиваются чувственными наслаждениями? Ответ на этот вопрос дается в следующем стихе Шримад Бхагаватам 7.5.31. Нате видух свартха гатим хи вишнам дурашая ебахир артха манинах. Это очень важный стих. Здесь говорится, что глупцы не знают, что высшая цель их жизни это Вишну или Кришна, поскольку хотят наслаждаться материей. Каждый преследует свои личные интересы, но глупцы не знают, в чем на самом деле заключаются их интересы. Они думают, тяжелый труд и материалистическая жизнь принесут мне высшее наслаждение и удовлетворение. Такова моя высшая цель. Ученые политики все строят планы, как достичь максимального удовлетворения. И как же они воплощают в жизнь свои планы, манипулируя природой? Внешней энергией Кришны. Бахир артха манинах. Мы проповедуем сознание Кришны, но большинству людей это неинтересно. Если бы я был специалистом в области каких-нибудь новых технологий или в электронике, послушать меня пришли бы тысячи людей. Если бы я говорил о составляющих внешней энергии, люди думали бы, техническое знание принесет мне счастье, но это дура-шайя, тщетная надежда. В Бхагаватам говорится, что подобные материальные достижения бесполезны. Они не принесут вам счастья. Однако по глупости люди продолжают надеяться на это. Далее в Бхагаватам говорится, андха-ядхандха-ир-упанья-манах. Это означает, что люди, которые надеются найти счастье в материальном прогрессе, духовно слепы. Им неведома цель жизни, и их лидеры также ничего о ней не знают. Люди думают, что появление очередного политика принесет им что-то новое, и они обретут счастье. Сейчас можно видеть рекламу. Америке нужен Никсон. Люди думают, когда вместо Джонсона нашим президентом станет Никсон, мы обретем счастье. Но откуда берутся все эти Никсоны и Джонсоны? Источник у них один. А если он один, что толку менять Никсона на Джонсона или наоборот? Правители духовно слепы. Им неизвестна высшая цель жизни. А когда слепые лидеры ведут слепых людей, каким будет результат? Если какой-то слепой ведет по улице сотню других слепцов, несомненно, произойдет несчастный случай. Но если идущий впереди обладает зрением, он может уверенно вести за собой сотни и тысячи людей. Итак, Багаватам объясняет. И сами слепые лидеры, и их слепые последователи по рукам и ногам связаны крепкими путами материальной природы. Лидеры обещают. Дорогие сограждане, дорогие соотечественники, в наше время страна нуждается во мне. Отдайте за меня свои голоса, и я решу все ваши проблемы. Ваша жизнь станет счастливой. Но все эти лидеры крепко связаны законами Бога, законами природы. Понимаете? Если вы крепко связаны по рукам и ногам, как вы сможете что-то сделать? Лидеры не знают, что находится под строгим контролем законов природы. Представьте, что произошло сильное землетрясение или, к примеру, Атлантические и Тихие океаны соединились. Сможете ли вы что-то с этим поделать? Как же могут слепые лидеры, крепко связанные законами природы, вести людей к высшей цели жизни? Высшая цель жизни Кришна – Бог. Но эти лидеры очарованы блеском материальной природы. Они не могут привести нас к Кришне. Как же разрешить эту проблему? Как же обрести сознание Кришны, если не собственные размышления, не различные ассамблеи, не получение знания из авторитетных источников, не помогут нам в этом? Как же достичь цели знания? Ответ на этот вопрос содержится в следующем стихе Шримад Бхагаватам. 7.5.32. Найшам Матис Тавад Урук Раман Гхрим. Спришати Анардха Пагамо. Яд Ардхах. Махья Сам Пада Раджо Бхишекам. Нишкин Чананам Навриньи Таяват. Человек не сможет сосредоточиться на лотосных стопах Кришны, пока ему не выпадет возможность коснуться пыли с лотосных стоп того, кто избавился от всех материальных желаний и посвятил всю свою жизнь Кришне. Обрести сознание Кришны можно только встретив такую личность и получив ее милость. Другого способа не существует. Нужно обратиться к истинному духовному учителю и по его милости обрести сознание Кришны. Как только человек получает посвящение в сознание Кришны, он начинает ощущать духовное удовлетворение, и с этого начинается его освобождение из пут материи. И по мере того, как он дальше и дальше продвигается по этому пути, его жизнь становится все более совершенной. Первая благоприятная перемена, происходящая в жизни человека, соприкоснувшегося с сознанием Кришны, состоит в том, что он сразу же оставляет нездоровую материальную деятельность. Потому насколько человек равнодушен к греховным поступкам, даже можно определить, находится ли он в сознании Кришны. К примеру, возьмем наших учеников. Очень простой пример. Получив посвящение в сознании Кришны, они тут же отказались от множества греховных привычек. Основные виды греховной деятельности это недозволенный секс, употребление одурманивающих средств, мясоедение и азартные игры. Людям очень трудно отказаться от этих привычек, особенно в странах Запада. Но мои ученики с легкостью сделали это. В 1935 году один из моих духовных братьев отправился в Лондон и встретился там с маркизом шетландским. Шетланд графства в Шотландии. Примечание редактора. Тот очень интересовался индийской философией. Когда-то он был губернатором Бенгалии. И в юности мне доводилось видеть его, когда он приезжал в колледж, где я учился. Маркиз спросил моего духовного брата Гасвами Баннерджи. Баннерджи, вы можете сделать меня брахманом? Баннерджи ответил. Почему бы и нет? Мы сделаем вас брахманом, но есть четыре правила. Вы должны отказаться от недозволенного секса, употребления одурманивающих средств, мясоедения и азартных игр. Тогда вы сможете стать брахманом. Вы шутите, отвечал тот. Видите, маркиз Шетландский был такой выдающейся личностью, интересовался философией и занимал пост губернатора, был уважаемым человеком и все же откровенно заявил, что не сможет избавиться от этих греховных привычек. Но наши ученики сотни юноши и девушек, принявших сознание Кришны, без труда отказались от них, и они не ощущают от этого никаких неудобств. Таково первое благотворное следствие принятия сознания Кришны. С самого начала человек избавляется от всей греховной деятельности. Как же нашим ученикам удалось отказаться от всего этого? Секрет заключается в том, что находясь в сознании Кришны, они испытывают духовное удовлетворение. Наши ученики могут сидеть перед божествами и петь мантру Харе Кришна круглые сутки. Возьмите человека из какого-нибудь другого общества йоги и попросите его посидеть хотя бы пять часов. Он не сможет. Он просто не усидит. Так называемое общество йоги учит людей какой-то формальной медитации. От пятнадцати минут до получаса сидеть с закрытыми глазами и что-то бормотать. Но наши ученики заняты в сознании Кришны 24 часа в сутки. Любой может прийти и спросить, как они себя чувствуют. Разве смогли бы они все оставить и просто служить Кришне, не испытывая они чувства духовного удовлетворения? Кто-то может спросить. Допустим, человек принял сознание Кришны из сентиментальных побуждений, но не смог пройти весь путь до конца. Что же его ожидает? На этот вопрос также есть ответ в Шримад Бхагаватам. Сватхарма означает обязанности. У каждого человека есть какие-то обязанности. Кто-то может оставить свои обязанности и начать практиковать сознание Кришны. Все мои ученики чем-то занимались, но в какой-то момент они все оставили и присоединились к движению сознания Кришны. Это может сделать любой. Послушав несколько лекций о сознании Кришны, человек может решить. Все. Начинаю практиковать сознание Кришны. Он оставляет все свои дела и начинает повторять мантру Харе Кришна, а также следовать другим принципам преданности. Но затем в какой-то момент он все это бросает. По той или иной причине, из-за каких-то неблагоприятных обстоятельств, ему не удается должным образом практиковать сознание Кришны и он уходит. Так вот, в Бхагаватам сказано, что даже если человек вследствие незрелости оставляет сознание Кришны, он ничего не теряет, ибо в следующей жизни снова встанет на этот путь. Но далее в Бхагаватам говорится, ковардха аптобаджатам свадхарматах. Какой смысл так тщательно исполнять предписанные обязанности, если у вас отсутствует сознание Кришны? Такой человек просто неудачник, поскольку он не знает цели своей жизни. Но тот, кто принимает сознание Кришны, хотя бы на несколько дней, получает прививку сознания Кришны и в следующей жизни возобновит свою практику, он ничего не потеряет. Всего лишь одна такая прививка даст ему возможность однажды достичь совершенства в сознании Кришны. И он непременно вернется к Богу. Поэтому практикуйте сознание Кришны и старайтесь распространять его как можно шире. Будьте уверены, ваши усилия не пропадут даром. Не пропадут. Кришна щедро вознаградит вас. Большое спасибо.